Они выбирают тематику из инициативы этих гостей, которые приходят в экспертизах и приходят на такие встречи. Мы провели несколько заседаний таких в регионах Украины, и наша активская встреча, она продолжает этих региональных встреч. Я сразу вам скажу, что формат этой встречи, это не пресс-конференция, не выступы экспертов, после которых все аплодируют и расходятся. И даже не вопросов, это разговор с аудиторией. Мы хотим, чтобы люди, которые как официальности политической площади, эксперты политической площади, журналистами, слушали ваши, конечно, выслухи логики, думали, что появится какой-то контакт, который может призвести до того, что мы считаем таким петовым бульоном для творения громадянского социализма. Я, Виталий Портников, главный редактор. Телеканалу TVI. Наши гостя на этом заседаний сьогодні доктор политического заведующика, позор и политологии Кахтинского национального университета им. Карадзина Олексій Писун. Доброго дня. Журналіст Денис Албаров. Кандидат политических новоконавчика, кафедри политологии КНУ Олексій Писун. И директор института региональної політики Андрій Лукашов. Ну и от наша сьогоднішняя тема, вона присвячена місту Слобожанщина на політичной карте Украины, а так очевидно, что для всех вас и загальноукраинские вопросы есть очень важливые. Мы понимаем, что то, что происходит сегодня в Краине, оно так или иначе отзеркаливается на то, что происходит в Харківщине, что Харкия, слово Богом, впливает на загальноукраинскую политическую ситуацию. И мы все это намагаемся сьогодні с вами обговорить. Значит, формат, первый пустит у экспертов, где-то 4-5 минут. Мы потом передаем микрофон в зал и продолжаем уже разом поговорить. Давайте начнем с вас, пана Лукашева. Спасибо, уважаемые коллеги, уважаемые присутствующие. Я хотел бы обрисовать, может быть, несколько важных принципиальных моментов, которые связаны с позиционированием Слобожанщины, Харькова на политической карте Украины. Во-первых, я хотел бы отметить то, что Харьков был одним из центров демократических процессов в Украине в конце 50-х, начале 90-х годов. И, по сути, если говорить в таком крупном масштабе, то Харьков представил альтернативное видение Украины, альтернативное видение проекта Украина. И это было связано с деятельностью организации Мариаловича Якова и правозащитной группы, и демократической платформы КПСС, которая представлял Евгений Кушнарев. Если вы помните, в конце 80-х был съезд демократических сил в Харькове. По сути, в Украине было два проекта. Это БОВский проект, построение нации, государства, и Харьковский проект, который можно обозначить как построение государства, нации. Это не построение нации на политической основе, это не построение нации в узком смысле слова, то есть нации, которая совпадает с политической организацией. Речь идет о гетерогенном видении украинской реальности. Видении украинской реальности, где существуют различные сегменты, различные регионы. А Украина является компиляцией соединения трех имперских проектов. Это российский, это астро-венгерский, это атаманский. И соединение этих имперских траекторий порождает очень своеобразную ситуацию, в которой классические механизмы демократии перестают работать. И требуются иные способы примирения интересов и совмещения, компромиссов политических элит. И именно эти идеи, так или иначе, поднимались в Харькове в 90-е годы. Но, к сожалению, Харьков, в отличие от некоторых других городов и регионов Украины, не сформировал своего политического мощного логи в Киеве. Хотя, если кто-то помнит, в начале 90-х годов у Харькова неформально, за Харькова неформально был закреплен пост заместителя председателя Верховной Рады Украины, и вот помню такие имена, как Эдренёк, Дёмин Мусияка. А сейчас этого в силу очень множества причин и множества обстоятельств не происходит. Почему? Харьков воплощает, мне кажется, модернистский потенциал, модернистский вектор развития Украины. Это, по сути, сейчас научная столица Украины. Это город студенчества. Это город молодёжи. Если хотите, это город не синих воротничков, это город креативного класса, который сейчас возникает не только в Украине, в России, в Европе, в Соединённых Штатах Америки. И в этом смысле мы уже всегда находились в Европе, мы никогда не выпадали из Европы. А, как вы знаете из истории, доминантом и причиной развития Харькова был, как крупного культурного, экономического, транспортного центра, было возникновение Харьковского университета, который, собственно, стал тем толчком, вокруг которого начали образовываться все другие институции. Так вот, Харьковский университет со своего основания имел европейскую профессию и европейские учебные программы. И мне кажется, что если мы проведём пунктиром эту линию развития, то мы увидим, что, в принципе, Харьков может заявить о себе в ближайшие годы. И это будет связано с возрождением постиндустриального, пост, скажем так, углепромышленного этапа развития украинского государства. В Харькове, в Харьковской области, в Слабожанщине нету угольных шахт, нету крупных металлургических заводов, нету мощных экспортных средств и, соответственно, нету соответствующего типа капитала. И это позволяет говорить о том, что ресурсы развития карты, в том числе политических ресурсов, находятся в несколько иной плоскости. И это плоскость развития вот этого креативного класса, который сейчас получает в том числе и своё политическое выражение. То есть сейчас происходит формирование повестки дня этого креативного класса. И она формируется на наших глазах, в том числе на нашем мероприятии. Спасибо. Спасибо. Давайте, Денис, вы продолжите. Денис, вы продолжите. Мне приятно видеть здесь людей, с которыми мы общались виртуально. Вот я вижу знакомые лица по Фейсбуку, по интернет-форумам. Это хорошо, что мы все. Наконец-то собрались вместе и посмотрели друг на друга жилье. Это первое. Теперь по поводу темы. Ведущий рапорт, конечно, мне кажется, постил Харьков. Постил в другом плане. Я вам первый. Да. Да. То есть это, конечно, всё, что вы говорили. Конечно, приятно слышать харьковчанам по поводу креативного класса и так далее. Хотя, на самом деле, на мой взгляд, Харьков всё же город не столько креативный, сколько торговый. Если реально смотреть мне вещи. В Харькове, как таковая, я понимаю, что здесь присутствуют многие председательные СМИ, но я уже это скажу. В Харькове отсутствуют практически независимые СМИ. Я не имею в виду партийные Независимые. Увы, это тоже особенность Харькова. То есть у нас нет ни независимого телевидения, ни независимого интернет-пространства, к сожалению. То есть, всё это, мне кажется, как раз говорит не в пользу того, что в Харькове состоянии что-то интересно сформироваться. Что касается элиты, что касается перспектив, да, все мы знаем, что Харьков, к сожалению, не имеет своего лобби. И, мне кажется, в ближайшее время это лобби не появится. Я смотрю на вещи достаточно пессимистично. Почему? Потому что Харьковская элита достаточно запнута и специфична. Харьковская элита, скажем так, слишком вещь в себе. Поэтому и какие-то общекиевские проблемы в Харькове, ну, как правило, не знаю, может быть, в академических кругах это обсуждается, и какое-то движение происходит. Скажем так, в политике Харьковской, увы, всё кружится вокруг нескольких персоналей. Вот, и за рамки этих персоналей у нас не выходит ничего, не рождается ничего, по-моему, в этом городе. Вот, может быть, кто-то меня поправит. Мат, отстанавливала. Я увы, Мат, кто подъема была. Давайте после все выйдет в сценарии. Да, вот, кстати, тем не менее, это, по-моему, да. Спасибо, что пошло на скорбор. Вот, то, да, в Харькове, все же, все же, несмотря на это, есть отдельные энтузиасты, которые все-таки пытаются продвигать какую-то идею гражданского общества в городе, где это общество, ну, увы, не переживается, ну, никак, ну, мне так кажется, не знаю, может, опять меня провернут, но, увы, Харькова, как раз вот тот город, в отличие от, там, ну, Киев, понятно, в отличие от Львова, например, в отличие от других городов, где, ну, как там вот, все у нас все равно сводится каким-то, каким-то баталиям, перепалкам, слишком, у нас тут все радикализирована публика, вот, слишком, ну, может быть, конечно, обвинять в данном случае где нельзя, потому что, действительно, Харьков пережил какие-то серьезные, потрясительные средства, на губернатора, вот, тут еще приезд высокой гости в колонию тоже добавил, как бы остроты ситуацию, не знаю, вот, во все это, мне кажется, конструктивному диалогу не способствует, если сегодня будут найдены какие-то интересные формы, скажем так, конкретные, вот, мне хотелось бы формирование какой-то гражданской активности, если будет найден какой-то вектор для того самого креативного класса, который в Капеле, ну, есть, естественно, вот, это будет замечательно, мне кажется, ну, пока все, наверное, спасибо, 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 Нельзя не согласиться во многом с тем, что было сказано предыдущими докладчиками, но я бы хотел высказать несколько тезисов, которые, возможно, были, на смысле, провокативными, возможно, нет, которые были, по-другому, в такой затрате в дискуссии. Ну, первое, то, что я хотел бы отметить, это, конечно, Харьков, город, с имперской историей, вообще, все, вот, возвышение Харькова, это, конечно, история большой империи, и здесь роль Харькова в Российской империи, Южный центр, не только торговый, это центр инвестирования, стратегического развития южных рубежей, это и центр науки, и Харьковский образовательный округ покрывал не только часть Украины, но и весь Сверный Кавказ, это и роль Харькова в советское время, Харьков никогда не являлся витриной, а роль Харькова, это, конечно же, реализация стратегической функции развития, поддержания стратегического статуса супергосударства, то ли это Российская империя, то ли это СССР. Возможно, из-за этого Харькову как раз нет места в современном национальном проекте Украины. Вот размер Харькова и его влияния, оно настолько значительно, что это перевешивает все остальные региональные и национальные проекты, которые были предложены. А они как раз располагаются, как мне кажется, по оси между таким примордиальным национализмом, который продуцируется западноукраинскими интеллектуалами. Примордиальный национализм замешан на черном языке, на крови, на физиономических, наверное, в первую очередь, в каких-то параметрах, кто украинец, кто не украинец, решается здесь. А с другой стороны, обратный вектор и обратная часть спектра – это такой региональный фамилизм, который, конечно, продуцируется, наверное, в первую очередь, ну, я бы не сказал, восточно-украинскими элитами, да, вот, возможно, теми финансово-промышленными группами, которые ассоциируются в Донбассе. Возможно, где-то на этой оси есть попытка разместить Харьков, но он настолько значительный, что он там сам по себе не размещается. И вот здесь, конечно же, необходимо говорить о недопредставленности Харькова. Я именно говорю о Харькове, не о Слобожанщине, потому что Слобожанщин – это вообще такой макроисторический...